Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, единомышленники! Здравствуйте, любимые люди! Приветствую всех, кто смотрит эту запись сейчас и те, кто будут смотреть ее в будущем. Сегодня я и компания SkyWorld Community расскажем вам о потрясающем проекте, который происходит сейчас в нашем мире, о новом уникальном транспорте, который действительно необходим каждой стране с учетом того, что происходит в мире. И эта технология уже почти готова для реализации. Сегодня я вам расскажу о том, докуда мы дошли, а точнее, что мы сейчас уже на 14 этапе из 15. То есть заканчиваем весь проект, после чего это полноценная компания, которая полностью подготовлена всеми мощностями для производства и строительства нового вида транспорта, экологического, инновационного, безопасного по всей планете. И под руководством потрясающих людей Надежды Косаревой и нашего гениального инженера-конструктора, ученого с большой буквы, Анатолия Эдуардовича Юницкого, мы совершаем огромные рывки и за 6 лет создали целую транспортную отрасль, которая создается десятилетиями, если не столетиями, как новые инновации. И сегодня я, Артем Курбанов, из города Даугавпилс, обычный человек, который всегда хотел делать этот мир лучше и старался делать его везде и всюду. Всегда помогать, всегда любить, всегда оберегать. И когда-то я узнал о краудинвестингах, народном финансировании, когда люди ради общей идеи, какой-то большей, чем они сами, объединяются вместе и создают фантастические компании, продукты, услуги, которые нужны абсолютно всем на планете. И в зависимости от того, насколько это необходимо, это очень быстро развивается и расходится. Я узнал о народном финансировании 5 лет назад и начал изучать, какие проекты бывают и что из них получается. И в итоге понял, что это один из самых разумных, масштабных и естественных экологических процессов, как можно развивать огромные корпорации, причем не с государствами, огромными банками, а просто сами люди объединяются и делают что-то для себя. Не коммерческие организации, а делают действительно что-то для народа, для массы, которая проживает здесь и которая управляет этим миром. Дамы и господа, если хотя бы один из этих факторов, побуждающих, вам откликнется, то вы можете увидеть, как информация, которую вы услышите на этом вебинаре, поможет вам решить какие-то ваши вопросы, возможно, дать дополнительный доход или даже финансовую независимость, если вы готовы трудиться, возможно, может дать для вас собственный бизнес, как дало и для меня, свободное время, личностный рост, помощь другим, новые знакомства. Может быть, вы хотите уйти с нелюбимой работы или от которой устали, либо оставить наследство для ваших потомков, детей, внуков, правдоков, передать им максимум и лучшее, дать им ту стабильность и все то, что вы забрали и собрали, впитали из этой жизни, чтобы они начали уже с более новой, более хорошей ступени. Либо вы думаете и чувствуете, что вся планета – это наш дом, все люди – наша семья и много еще семей, ведь мы один из 12 миллионов видов человек. Если хотя бы что-то для вас из этого важно, то вы точно сможете найти, как эту информацию использовать в своей жизни. Если это будет не совсем понятно, пишите, пожалуйста, звоните, ищите на Фейсбуке Артем Курбанов. С удовольствием отвечу вам на ваши вопросы и постараюсь понять, как вы можете использовать эту информацию во благо себе и окружающему миру. А нас тем временем 8 миллиардов человек. Мы расстелились по всей планете. И с учетом нашего развития мы постоянно перемещаемся, перемещаем грузы и пассажиров. И этот проект я выбрал не только потому, что он самый важный для запуска целой серии экологических технологий. Нет, он самый актуальный сейчас. Он больше всего пользы принесет именно сейчас, потому что транспорт, он заполонил, причем транспорт первого уровня. А это самая важная вещь. Ведь мы развились, и вы планету видите такой благодаря огромной части, благодаря транспорту, потому что мы могли перемещаться. Сначала на водном транспорте, но сколько лет прошло, и его сейчас очень много, но он уже не такой эффективный. И он не справляется с потребностями 8 миллиардов. Также аэропорты. Представьте, это количество аэропортов умножить на 10 или на 20 – это количество самолетов, которые сжигают огромное количество топлива, несут вред экологии, занимают очень много времени, и огромная безопасность для них необходима. Именно поэтому они считаются достаточно безопасными. Но минусов очень много. Если у нас будет 9 или 10 миллиардов таких возможностей, это так же, как и транспорт сейчас, автотранспорт, станет меньше приносить пользы и начинает все больше приносить побочных эффектов вредоносных от перегруза систем. Конечно же, есть на первом уровне еще и железная дорога, но ей поклон уже в течение 150, даже 200 лет, и поэтому она сейчас даже со всеми своими разработками уже не подходит под новые технологии. Новыми технологиями можно решение гораздо разумнее принимать. И поэтому скорость с учетом погрузки и разгрузки в 15 км в час средняя нам уже не идет. Ну и дорогостоящее строительство, и тяжелый, очень массивный состав, очень много топлива для того, чтобы передвигать, поэтому не подойдет. Конечно же, есть автотранспорт, самый актуальный, но он же самый вредоносный, самый опасный. И все эти удавки на нашей земле, это земля под асфальтом, она мертва, она не дает кислорода, она не дает никаких растений, она не дает никаких плодов. То есть эту землю можно использовать, если у нас будет другой вид транспорта, который, как бы разумно было бы и мечтать, и планировать, освободил бы всю поверхность планеты Земля для флоры, фауны и человека, для живого, живое для живого. И это пространство сделать безопасным, без автотранспорта. Ведь нас уже 8 миллиардов человек. И это достаточно много. При новой разумной логистике мы сможем действительно выйти на новый уровень жизни. Я объясню как. Главная моя задача сейчас показать вам, насколько это касается каждого. То есть это касается нас каждый день, каждого человека на планете, и не только человека на планете, и всех других видов. Мы самый влиятельный вид на планете. Ведь только подумайте, до появления человека на планете не существовало мусора. Вообще все экологическим способом само по себе перерабатывалось. И человечество сейчас имеет возможность двигаться в ту же сторону экологического и гармоничного взаимодействия с нашей планетой. Ведь наши города сейчас не похожи на место для жизни чего-то живого, а больше похожи на микросхемы, которые не особо пригодны для жизни. Нету зелени, нету чистого воздуха, нету пространства. Тем не менее, города расширяются, нас становится больше, а транспорт первого уровня, эти артерии необходимы тоже гораздо больше, шире. И они расстраиваются, занимая главную поверхность, вытесняя пешеходов. Наши города перестали строиться для людей. Они начинают строиться для машин, потому что их действительно много. Вот посмотрите, 40 полос идут на сушение, китайская граница. Действительно, если справа, Индонезия, Индия, нет культуры вождения, потому что тяжело ее сделать очень дорогостоящей. Нет из-за этого безопасности, из-за этого и нет эффективности. 40 полос. Представьте, как много времени и энергии мы тратим на неэффективность. Когда-то транспорт был, автотранспорт был очень эффективен, но с учетом увеличения количества населения на планете, к сожалению, он начал приносить огромный вред. И мы видим это уже не в мультимиллионниках, а даже в маленьких, в маленьких городах. Например, там, где 200 тысяч, там, где 100 тысяч человек, или даже 50, мы уже даже там видим пробки. Поэтому с этим нужно что-то делать. Это действительно касается каждого. Ведь урбанизация, она сходится вместе. То есть люди сходятся вместе, чтобы быстрее делать те или иные действия, чтобы быстрее добираться до разных точек, быстро коммуницировать, быстро решать разные вопросы. И из-за этого мы все съезжаемся в город, потому что скорость транспорта позволяет нам перемещаться только на определенные расстояния. И мы не хотим тратить много времени в нашем транспорте. Но из-за этого каждый квадратный метр становится дороже. Каждая услуга становится дороже. Каждый продукт становится дороже. И жизнь в итоге получается, как белка в колесе, потому что мы переплачиваем за ненужное, потому что сейчас есть возможность жить более экологично, жить чуть дальше от города. При том, что нужно строить только новые технологии, которые уже есть, которые уже сертифицированы, которые уже можно использовать, и которые продолжают сертифицироваться, чтобы дать скорость 500 километров в час. А потом с помощью передвижения в фармакуме 1200 километров в час. И это все возможно. И тогда мы не будем с утра просыпаться, выходить на балкон и видеть соседний балкон с соседом и вымещенные вещи после стирки. А сможем жить на природе в 20, 30, 50 километрах от города и за считанные минуты со скоростью 500 километров в час добираться до города и делать свои дела. Это абсолютно реально. И это сейчас происходит. Потому что посмотрите на что превратились наши города. Они действительно делаются больше для машин, а не для людей. В Лос-Анджелесе, когда была такая же история, если у тебя нет транспорта, и как бы все сделано удобнее для транспорта, чем для пешехода. Объединенные Арабские Эмираты, та же история. А города продолжают расширяться, тем не менее. И приходится делать абсолютно неразумные решения. Точнее, нежизнеспособные с живым. Потому что, посмотрите, на первой фотографии ближайших первые четыре этажа люди никогда не увидят больше прямого солнечного света. Потому что сделали второй уровень автотрассы. И, к сожалению, это происходит повсеместно. И единственное, что мы можем с этим сделать, узнавать, как это изменить. Именно поэтому мы здесь. Чтобы рассказать вам, как это изменить. Ведь эти удавки по всей планете, они занимают около пяти площадей Великобритании. И действительно разрывают флору, фауну и пространство, безопасное пространство для нас и наших детей. И это занимает уже слишком много времени и несет слишком много вреда. Потому что мы находимся в этих городах, где эти миллионы машин, которые дымят. И можно не в нужное время, не в нужное направление выехать и два, три, четыре часа отстоять в пробке. Представьте, в Калифорнии сейчас среднестатистический человек в год может отстоять до 380 часов в пробках. Это нереально много. И это действительно нужно менять. Я надеюсь, у меня получается донести это до вас. Потому что выносить трассы на другие уровни, именно пользоваться тем же тяжелым видом транспорта, которому нужно сплошное тяжелое крепкое полотно, вариант будет не самый хороший. Недолговечный и очень дорогостоящий в эксплуатации. Ну и другими видами, которые очень тяжелы, много материи используют по старым технологиям, тоже жить и передвигаться не вариант. Ну и жить в этих квартирах, скорее всего, тоже не вариант. Задумайтесь о логистике. Ведь сейчас мы видим города с космоса, мы можем прослеживать через рентген, как что проходит, планировки. У нас есть куча датчиков. То есть сейчас технологии, можно планировку в городе, новые маршруты, сбор статистики сделать это идеальным образом. Только посмотрите. Ведь транспорт первого уровня, самый наш используемый, самый опасный, которому нужно больше всего прийти на помощь. 200 машин, точнее 177 машин, в них 200 человек. Они занимают около трех кварталов свободного пространства, три квартала места. И сначала они передвигаются и занимают это место, а потом оставляют свои машины на несколько часов, либо на 8, 10, 20 часов. И это просто занимает место в нашем городе, рядом с нашими домами, там, где могли быть плодовые кустарники, ягоды, какие-то цветы, фонтаны, место для отдыха. Ведь посмотрите, если убрать машины, то все эти 200 человек занимают очень мало пространства. Следовательно, это все пространство может быть поделено и более разумно использовано. Как делают сейчас в Европе? Например, электроавтобусы. Очень хорошо работают, действительно, улучшение в экологическую сторону и разрабатывают интересные маршруты, запускают достаточно часто, и получается очень эффективно. Посмотрите, сколько места мы освободили в городе, насколько могут быть расширены пешеходные, так скажем, части, насколько могут быть расширены для скутеров, велосипедов и прочих вещей, так скажем, экологических способов, оздоровляющих способов перемещения. Нужны только правильные маршруты. Либо один легкий поезд, экологический, который может вместить 200 пассажиров. Например, как у нас, по 25 мест, 8 транспортных средств составлены вместе. Это как раз 200 человек. И так перемещаться по городу, просто несколько разных веток со скоростью до 150 км в час, абсолютно безопасно и абсолютно экологично. Это все возможно. Ведь представьте, насчет этой логистики, как это может быть еще в мультимиллионниках. Например, город какой-то, дума города, либо государство закупает себе 500 транспортных средств и три ветки. Мы с нашей компанией строим это, с Unisky Tristring Technology. И в итоге вы и много других людей приходят на станцию. Вы заранее на телефоне можете набрать во сколько вы будете на станции и куда вам необходимо. Так же и другие люди делают. Либо на станции набирают, куда им нужно. И уже в течение минуты подходит транспортное средство, в которое вы и другие люди, которым нужно на ту же станцию, что и вам, например, через 10 остановок. Вы заходите внутрь, и это полностью автоматизированная машина без вашего участия, с максимальным комфортом и безопасностью. То есть вы полностью свободны. Закрывающая технология. Человек здесь не нужен. Вы просто спокойно едите на свою остановку. Один раз разгоняясь и один раз тормозя. Всего лишь. Это получается, вы выезжаете на автостраду и пропускаете все остановки, которые вам не нужны. Насколько увеличивается логистика, насколько увеличивается разумность и скорость перемещения таким способом. Ведь это действительно фантастика. И это очень хорошо описано в нескольких статьях Анатолия Эдуардовича Юницкого, как сделать подобную логистику. То есть мы сможем гораздо быстрее делать все свои дела в городе. Потому что Юницкий заявляет, что среднестатистически должно быть не более 20 минут на перемещение в городе, чтобы был эффективен город. То есть при наших скоростях до 150, либо там, где необходимо будут сделать кластеры до 500 км в час, можно будет передвигаться очень быстро. Что мы видим сейчас? И такое состояние есть во многих странах. Страдает безопасность, страдает эффективность, страдает миллионы людей, если не миллиарды. И сейчас именно в наших руках каждого человека на планете это поменять. Потому что появились такие возможности. И можно влиять на разные технологии, на нашу экологию, на движение в наших странах. И насвоить, конечно же, капитал и заработок. Ведь сейчас тот транспорт, которым мы больше всего пользуемся, и от которого быстрее всего нужно освободиться, дав ему достойную альтернативу, достойную альтернативу. Этот транспорт сейчас автомобильный, и он забирает полтора миллиона жизней в год, и около 10 делает инвалидами. Больше, чем во всех катастрофах, так скажем, другого типа. Так же, как и все транспорты, очень сильно жрут наши финансы, а значит, и наши энергии. Нам приходится больше тратить на работу и больше зарабатывать. Потому что неэффективный транспорт, неэффективные порты и перевозки грузов и услуг для нас, это занимает огромное количество денег. Плюс проценты. И в итоге мы оплачиваем долгосрочную доставку, хранение где-то, перебазировку. То, что много людей это делают, и эти пространства работают. Все это ложится на потребителя, потому что никто за это платить не будет, когда за это может заплатить потребитель в потребительском обществе. Все это можно поменять нашими собственными руками. Как мы уже и делаем. Так же порты и водоплавающий транспорт. Это, как показала недавняя ситуация, может быть действительно катастрофой. Потому что одно судно создало пробку на полпланеты и стоимостью миллиардов долларов. И мы уже предложили, точнее компания Unisky Stream Technology уже предложила перемещение, так скажем, с одной стороны канала на другую. И сделать это не за 14 часов, а за 2 часа перемещения. Это будет стоить дешевле, чем сам советский канал, когда его обрабатывали для этого перемещения. И станет гораздо дешевле. Такие разработки уже предлагаются даже на официальном уровне, поскольку мы уже работаем и с официальными проектами на государственном уровне, которые уже начаты. Как, так скажем, первый проект в Беларуси рядом с Экотехнопарком, он уже начат. Но уже готовится у нас и в Арабских Эмиратах объединенных. Мы сможем помочь прийти данной технологии на помощь к другим транспортным отраслям. Как когда-то пришел пейджер на помощь телефоном стационарным на проводах, потом телефон пришел на помощь пейджеру, дал новые технологии, новые возможности. Так и мы сейчас, осознавая главных две проблемы. Первых, перегрузка всех транспортных путей в мире с 8 миллиардами людей и отсутствие безопасности на планете на первом уровне, потому что транспорт первого уровня и транспорт вообще сейчас по технологии достаточно вредоносен. И его срочно необходимо заменить. Потому что, если мы продолжим двигаться в данном направлении, в скором времени настанет точка невозврата. Тогда, когда мы не сможем восстановить нашу экологию. Это сможет предотвратить серия технологий, экотехнологий, эко-мир от Анатолия Эдуардовича Веницкого, который понимает эти проблемы и четко их описывал и принял решение разрабатывать, как это исправить. И у него все получается. Ведь он понимает, что человек двигается в каждом направлении, строит дороги всюду, нет ему границ, но планета живая, и нужно это учитывать. Она заносит бархамами, где-то заснеживает, где-то обледенение, где-то болото пошли или затопление. Это все необходимо учитывать. И Юницкий, понимая это, в своих технологиях начал это учитывать, потому что с каждым годом видел, насколько он был прав, насколько планета и насколько человек губит планету, не видя, что происходит с окружающей средой и даже, что происходит уже с ним самим. Ведь мы сделали над собой, как человечество в совокупности. кто-то потому что делает, кто-то потому что это безразлично. Вот такой вот воздух над нашими головами. И, к счастью, у нас есть возможность это изменить. Можно делать маленькие изменения, либо довольствоваться тем, чем нас кормит общая система. Вот там сделали очистку, там переработка, там вторичное использование, но в общем целом все не меняется. Еще эра потребления нашей планеты. Мы ее иссасываем, выбираем недра и сжигаем. Хотя у нас есть другие альтернативы. К ним нужно просто прийти, заботясь не о коммерции и бизнесе, о деньгах, а о благополучии всех, всего живого. Потому что мы часть этой жизни. Не будет всего живого, не будет и нас. Многие от об этом не понимают. Многие не доходят до этого. После многих хоть потоп. Но я рад, что есть люди, которые смотрят, слушают, изучают эти вопросы, как вы сейчас. Спасибо вам большое. Будьте здоровы. Ведь у нас сейчас перед нами стоит неслабая задача. Мы находимся в доме, в общем доме. 12 миллионов семей, видов. Мы, человечество, одно из них самое влиятельное. Мы в замкнутой системе, в биосфере, где существует понятие экология. И у нас с одной стороны атомные электростанции отравляют воздух и землю, потому что нам нужно электричество. Нет, чтобы брать его из рек, озер, морей, геотермальной энергии, солнечной и ветряной. С другой стороны у нас находится огромное количество автомобилей, которые забирают миллион жизней в год. и еще больше делают инвалидами. С третьей стороны огромное количество фабрик, сжигающих топливо, производящих огромное количество отходов. С четвертых, химпромышленность и наше питание сейчас куда заводят, как продают подобные продукты. 90% того, что продается в магазинах, нельзя употреблять внутрь биологических существ, иначе они умирают. просто у нас уникальный восстанавливающийся и крепкий организм. А мы по центру этой комнаты замкнутой пытаемся выжить. И только объединившись совместно, уделив и свою жизнь, хотя бы частичку ее, хотя бы час в неделю, на то, чтобы узнать больше об этом и на то, чтобы как-то повлиять в лучшую сторону, в том, что было вам интересно, о чем вы узнали, куда вас повело. И мы сможем это сделать вместе, потому что загрязнение окружающей среды видно уже невооруженным глазом. Мы видим, как нашу природу и планету расшатывает. И только мы можем оставить лучшее будущее для наших потомков. Ведь работая на чистой энергии, мы будем использовать в 15 раз меньше ресурсов планеты. потому что по другим технологиям более разумно ничего лишнего, только то, что необходимо для реального перемещения. Ну и, конечно же, экономия. Ведь, посмотрите, когда транспорт едет по сплошному полотну по дороге на первом уровне, он при скорости 60 км в час где-то 30% энергии тратит на сопротивление и разрушение окружающей среды. У него сталкивание с воздухом, снизу экранный эффект, эффект экрана, который притормаживает машину, а сзади турбулентность, воздушная яма, там, где мы только что были, но нас уже там нет, там разряженный воздух, потому что мы оттуда переместились, и туда со всех сторон это давление компенсируется, всасывается, так скажем, уравнивается и тянет нашу машину назад. Так вот, все те же самые вещи при скорости 300 км в час забирают 90% энергии, которую выдает двигатель внутреннего сгорания. И это можно изменить. То есть это очень много, это очень неэффективно. Что сделал Юницкий? И уже показывает это в реальности, и демонстрируя, испытывая, и сертифицируя эти показатели. Он поместил транспорт на второй уровень, где есть сколько угодно уровней для нас, любых высот без изменения ландшафта. Мы просто строимся там, где нам хочется. И это гениально. Далее нет сплошного полотна. Следовательно, воздух проходит внизу между двух рельс. Нет полотна, с которым есть экранный эффект. И при идеальной форме, которую он рассчитывал, прорабатывал годами и уже продувал в аэродинамической трубе, показали фантастические результаты. Потому что он, как горячий нож сквозь масло, разрезает воздух, проходя вперед. А сзади с такой формы нет практически турбулентности, и весь воздух просто уходит, не затормаживая особо наше транспортное средство. С помощью этих нескольких эффектов, четырех, второй уровень, не сплошное полотно, идеальная форма спереди и сзади, мы передвигаемся с коэффициентом аэродинамического сопротивления в 16,5 раз выше, чем у Bugatti Viron, одной из самых скоростных гоночных, ну, так скажем, спорткаров, таких действительно крутых, мощных и дорогих по новейшим технологиям. Или в три раза больше, чем скоростные машины, которые специально построены для достижения идеальной аэродинамики. То есть это решение, с помощью которого мы сможем передвигаться очень быстро, тратить мало энергии и также безопасно и экологично это делать. Посмотрите, 14 человек, как в автобусе, передвигаются на 100 километров со скоростью 100 километров в час и затрачивают всего полтора литра топлива. Это же экономично, а еще экологично и безопасно. Либо, как для автомобилистов, автотранспорт, как джип, стоимостью, как джип. Только там не 5 мест, а 6. Не один багажник огромный, а два багажника огромных и перемещаются на 100 километров, затрачивая всего 5,5 литров топлива. Но вы скажете, это более-менее. Только это абсолютно экологично, абсолютно безопасно и со скоростью 500 километров в час. 6 человек, 2 багажа. Экология, безопасность. Это действительно возможно. Этот транспорт мы уже представили и он уже сертифицирован. Поэтому такая проблема, как большой расход энергии, мы его почти уже закрыли и сертифицируем этот вопрос. Когда люди увидят итоги всей сертификации нашего проекта, сертификация проводится крупнейшими компаниями на нашей планете, которые этим занимаются, люди увидят, насколько эффективный транспорт и что действительно можно сделать фантастические результаты для всего мира, строя самую эффективную и абсолютно недорогую транспортную отрасль. Ведь если мы посмотрим на существующие транспорты, мы увидим, что модернизации за последнее время были, но они не существенны. Как бы они не дают большой эффективности. Так же много времени тратится, так же много энергии человека, ресурсов человека, ресурсов планеты, для того, чтобы построить тяжелую массивную дорогу с дорогостоящими эксплуатационными расходами. Варианты, конечно, могут быть разные, но рентабельны ли они, полезны ли они, например, как в Японии, выглядит, вы можете сказать, похоже на ваш Skyway, а с другой стороны, это просто трамвай с колесами наверху, потому что это очень тяжелые составы на других двигателях, огромные массивные балки и сам путь очень тяжелый. Хоть и небольшой землеотвод, но небезопасный, и там нельзя будет ходить или что-то делать. А у нас десятикратные запасы прочности и ажурная система, которая очень экономична. Здесь абсолютно нет. Ведь если мы возьмем дорогу, и чтобы, так скажем, перемещаться из точки А в точку Б, нам ведь необходимо сравнять с землей флору и фауну. Просто абсолютно сделать ровную, не в зависимости от того, какое влияние мы на окружающую среду, на природу возведем. После этого в 10 слоев выложить определенные материалы, так чтобы это как можно дольше стояло, хотя мы видим, как ремонтируются у нас постоянно автодороги, их как будто специально делают некачественными. Но опять же, в разных странах по-разному. В некоторых странах действительно тратят достаточно хорошие средства, и дорога служит очень долго. Но тем не менее, эти все транспорты, они все равно перекрывают грунтовые воды, для миграции животных пути перекрывают. И там, с одной стороны, заболоченная местность, с другой стороны, засуха. То есть, этот транспорт очень дорого обходится нашей планете. Посмотрите, как много времени, энергии, сил, ресурсов вы видите, затрачено, чтобы это сделать. Представьте, сколько топлива и времени нужно этому трактору, чтобы сделать подобные насыпи, или сколько необходимой энергии, чтобы прорубить, взорвать и очистить в горе такое пространство и проложить железнодорожный путь. Это гиперстоимость. И сейчас мы понимаем, что это просто кто-то не хочет отдавать свой работающий бизнес, потому что в 1900 году в Лондоне уже полицейские на электроскутерах ездили вовсю. А мы сейчас спустя 120 лет, не 20 лет, 120 лет, как и множество экологических технологий, которые исчезли, пропали, как и ученые, мы действительно слышим только отголоски, как кто-то где-то что-то создавал. Но сейчас все больше и больше люди и ученые выискивают все эти разработки. Но и время подошло. Время нефти, оно заканчивается и уже отдают эти активы и передвигают эти активы в экологические виды энергии и экологические технологии. Но на данный момент этот переход нужно помочь совершить, потому что просто так сам он не совершится. Но радует то, что по проекту, о котором вы сегодня слушаете, нас собралось уже 500 тысяч человек, более чем из 200 стран и регионов мира. И мы делаем свое дело успешно, потому что то, что мы сделали за последних 5 лет, феноменально быстро. Один из самых крупных проектов в истории человечества. Одно из самых больших влияний на планету за последние века. Возможно быть всегда. с компанией SkyWorld Community огромным фондом единомышленников, занимающихся и развивающие экологические технологии с огромной системой EcoMir Анатолия Эдуардовича Юнистского, за которую он получил премию мира в Братиславе, в Словакии в 2018 году в декабре. Но начинается все с самого актуального проекта, с первого транспорта, струнного транспорта Анатолия Эдуардовича Юнистского. Мы создаем транспортно-инфраструктурную отрасль по потенциалу, не уступающую таким отраслям, как авиационная, железнодорожная и автодорожная. И мы действительно справляемся хорошо. Потому что этот транспорт, часть его уже сертифицирована и уже прокатила более 7 тысяч человек и продолжает катать как в Белоруссии, так уже и в Объединенных Арабских Эмиратах, потому что там тоже есть и готовые и строящиеся трассы. Перед вами уникальный транспорт, закрывающая технология, позволяющая коммуницировать и передвигаться по всей планете. Строиться где угодно, пересекать любые ландшафты. Этот мне понравился больше всего. Я катался на нем два раза в 2019 году, когда мы приезжали в Экотехнопарк вместе с куратором Испании Натальей Демисмейкер. И представьте, 400 метров ты летишь над лесом, над лугом, ты видишь, как рядом все цветет, ты понимаешь, что рядом идет стройка, тем не менее, это в гармонии с окружающей планетой. Все цветет, все радуется, все в изобилии, а ты на экологических технологиях очень быстро и перезапасно прям летишь. ты представь, сейчас уже мы еще не закончили краудинвестинг, а уже 400 метров. 400 метров это любые дома, овраги, озера, все что угодно мы можем пересечь мгновение. И человеческого фактора здесь быть не будет. Быть не будет. Мы сможем уберечь и мир животных, и мир людей, потому что эти трассы можно будет строить на любых местностях, на любом ландшафте, на любой высоте. И с помощью электромотор-колес перемещаться стальные колеса по стальным рельсам с самым высоким коэффициентом полезного действия. И, конечно же, дамы и господа, мы оттуда не упадем, потому что есть специальная противосходная система. И вообще по сравнению с автотранспортом, как говорит Юницкий, он в 2000 раз безопасней, чем автотранспорт, наш струнный транспорт. Потому что это абсолютно ровная, прямая дорога. которая не может залить водой, которая не может обледенеть, потому что она движима слегка, и лед будет отскакивать сам по себе, когда будет приближаться транспорт. А его не заснежит, ни водой не зальет, ни молнией не ударит, и не разобьет. Потому что это опоры, анкерные опоры, между которыми натянуты струны. И при большом натяжении предварителем, и это натяжение уходит на земную кору, у нас получается идеальная дорога с самыми лучшими характеристиками, с минимальным затратом ресурсов планеты, по которым может ездить экологически чистый, безопасный и очень экономичный, и очень быстрый транспорт. Вот так выглядит, например, одна из струн, полугибкая. Здесь пучки струн, скрученные предварительно натянутые, помещенные в корпус рельса, вместе с специальным наполнительным бетоном, который фиксирует струны, упрочняет стенки, консервирует и поглощает шум. Специальная разработка, которую очень сильно удешевили и сделали еще выше, более высокого качества. специально наши инженеры. И сверху все это покрывается головкой рельса стальной, по которой идет стальное колесо, выдавая максимум, который только можно представить. И таких трасс много. Их сейчас уже как минимум шестая точно строится в Белоруссии, и сейчас четыре трассы в Объединенных Арабских Эмиратах. И это только начало. Под каждый вид, под каждую пропускную способность, под разные ландшафты, изменения, под разный климат будут делаться разные трассы. Сейчас уже мы показали, что мы способны справиться с огромным количеством задач. Так будет дальше. Именно поэтому мы уже на 14 этапе из 15 и продолжаем осуществлять наши реалии. Перед вами абсолютно работающий, уже сертифицированный транспорт и трассы, которые уже можно строить. О чем есть подтверждение, у нас уже есть адресные проекты, которые мы начали реализовывать. Опять же, это идет огромная часть предпроектных работ и какая-то часть строительства. То есть это все так скажем проект, поэтому они уже начаты. И это очень хорошие новости. И все виды транспорта уже испытываются, демонстрируются. Так скажем, для нас осталось самое главное только это скоростной транспорт. Ну и конечно же сейчас такой ажиотаж происходит в Объединенных Араковских Эмиратах, что там заказы тоже скоро повалятся. 2021 год будет феноменальный, потому что экофестиваль сделает свое дело в Шардже, скорее всего, и экспо, которое перенесли на этот год, экспо 2020, он тоже пройдет, и мы протрубим на нем на всю планету о тех прекрасных успехах, которые мы сделали. ведь перед вами сейчас вот только если в Беларуси даже посмотреть, позади грузовая трасса, провисающая трасса, полугибкая трасса, как колтюбинговая труба на трос, наш юнивинт, и берельсовая ферма с подвесным и навесным транспортом. Это уже шесть видов транспорта только перед вами, и пять видов трасс. Это все сделано нашими руками, нашими собственными руками, так как мы это так скажем улучшаем и помогаем этому. И мы помогаем Анатолию Эдуардовичу Юницкому, потому что Анатолий Эдуардович Юницкий является одним из самых значимых ученых, которых я когда-либо знал и слышал. И это действительно интересно, потому что человек настолько стойкий уделил всю свою жизнь этому науке всю свою жизнь и действительно старается сделать этот мир чище, лучше, сделать так, чтобы мы со своей технологией, техногенной сферой смогли жить в гармонии и благополучии на планете Земля и никак иначе. Он попал в энциклопедию «Люди нашего тысячелетия», «100 выдающихся лидеров России», потому что он изобрел более 200 изобретений, сделал более 20 монографий, несколько грантов ООН и действительно всю свою жизнь уделял улучшению биосферы и техногенной сферы. И сейчас, как и раньше, он понимает и видит, что был прав в том, как видит развитие техногенной сферы в будущем, за последних 40 лет все действительно только усугубилось, хотя за это время он разработал все необходимые технологии, которые смогут перевести нашу планету и жизнь людей в абсолютно новый уровень, на абсолютно прекрасный, так скажем, уровень жизни в изобилии, в благополучии. Мы трубим по всей планете, потому что, как я уже сказал, нефть и другие отрасли, они это огромные бизнесы, которые никто не хочет терять. Поэтому все альтернативы, которые могут пошатнуть чей-то бизнес, конечно же, стараются не пропускать, чтобы они не распространялись так быстро. И у кого-то получается, но нас уже полмиллиона человек, поэтому мы с успехом на каждом континенте обзавелись единомышленниками, партнерами и продолжаем развивать во каждой стране мира наш фонд Sky World Community, потому что это только начало. Струнный транспорт это лишь только начало. Ведь просто задумайтесь, уже сейчас без глобального финансирования, а с помощью просто людей, которые сами поизучали все и решили собственные средства, собственное время уделить проекту, то есть это нужно было действительно хорошенько все проверить, как в общем целом сделал каждый из нас. И с каждым годом мы только убеждаемся, что сделали правильный выбор. уже сейчас даже с таким финансированием мы показали, что это работает и перед вами сейчас абсолютно готовый сертифицированный новый транспорт, закрывающий экологическая инновационная технология. Транспорт, который передвигается самостоятельно, работает как полуандроид с искусственным интеллектом, с встроенными алгоритмами, как поступать в тех или иных ситуаций, связанным с миллионом других транспортных средств, таких же, как он, действующих сообща, связанных с каждой анкерной опорой, станцией, промежуточной опорой, помогающими друг другу в любых ситуациях, имеющие более 250 датчиков, для того, чтобы людям было максимально комфортно и полностью безопасно уберечь их, так же, как и с машинное зрение, которое полностью определяет, что происходит снаружи и сможет дать максимальную безопасность для перемещения пассажиров, и так же, как и грузов. То есть, перед вами готовая технология, которую мы доказываем, и, можно сказать, доказали. Стоит только поинтересоваться, как это ускорить, как стать частью этого, как получать пользу от этого, и как принести, принеся пользу, на долгие десятилетия, а может и на столетия, обеспечить свою семью от одной из самых потрясающих технологий, которая до сегодняшнего дня была изобретена и внедряется. Это максимально разумный транспорт, который даст огромный скачок для развития человечества. И мы доказываем постепенно с нашими демонстрациями, испытаниями, что и капитальные затраты, и эксплуатационные расходы, и расходы энергии, и загрязнение окружающей среды, и транспортная аварийность у нас на самом минимальном уровне, а пропускная способность выше всех. Да, есть другие виды транспорта, но то, что сделал Юницкий, он смотрел основополагающе, как перемещаться из точки А в точку Б максимально разумно, чтобы это была максимально широкая система, и он ее сделал. Поэтому у нас нет лимитов, где мы ее строим, самая высокая безопасность, полная экологичность, низкая стоимость, потому что мы используем малое количество ресурсов и земли. И то же самое, малое количество ресурсов нужно на производство самого транспорта, потому что он легкий и ажурный, но очень крепкий и безопасный. И уже скоро, после окончания 15-го этапа, в Объединенных Арабских Эмиратах, скорее всего, будут дальше двигать технологии Анатолия Эдуардовича. Его технологию передвижения фар-вакуум, которую он предлагал еще очень давно, до 1200 километров в час. Это все реально и опять же абсолютно экологично и безопасно, и гораздо безопаснее, чем Гиперлуп со стоимостью в десятки раз дороже. Уже сейчас, за пять лет, мы сделали так много, как не делала ни одна компания в мире. Мы создали огромную серию из 12 транспортных средств уже в железе. Некоторые за пять лет, за то же время, делают только одну, уже для существующей автодороги, какой-нибудь пикап, и стоит это 2 миллиарда долларов. И реально опять, а иногда даже 10 лет до полного внедрения. А мы за 6 лет, можно сказать, если прям вот максимум брать, сделали 12 видов транспорта, еще 4 виртуальные среди, тоже которые полностью готовы, их можно строить. Просто сейчас мы нацелены на те адресные проекты, которые больше всего рвутся к осуществлению в своей стране. На те государства, которые больше всего разбираются, интересуются и понимают, что встало перед ними. И если 5 лет назад мы видели все это в разработках, в чертежах, но на картинках, то сейчас абсолютно все эти транспортные средства и трассы уже в железе. Часть из них сертифицирована и катала людей абсолютно безопасно и с полным счастьем, что это мы сделали. Это сделали люди с помощью народного финансирования, с помощью Анатолия Эдуардовича Янистского. Испытываются везде наши транспортные средства, в смысле везде и в Белоруссии, и в Объединенных Арабских Эмиратах, продолжается сертификация, за ней тщательно следят, мы продолжаем рассказывать, точнее, мы рассказывали по всему миру, чтобы стать популярнее, но сейчас уже даже как на 18 выставках, которые мы были, там мы больше со своей инициативой были, как, например, вот на Берлина на Транс, 160 тысяч человек, 183 тысячи квадратных метров, целый квартал огромный Берлина, на нем автобусы внутри ходят, чтобы между павильонами добираться, из 3050 стендов мы были одни из самых посещаемых, у нас всегда был аншлаг, и на одном, и на другом стенде, потому что мы привезли самый инновационный транспорт, у нас были все делегации, все 25 из 18 стран, даже из других швейцарские кабинки, у них всегда было пусто, потому что народ, когда проходил мимо нас, он сразу же туда приезжал, приходил именно к нам смотреть, пробивался и даже ждал специально, пока кому-то что-то расскажет, освободится место, чтобы подойти, посмотреть, потрогать и посидеть в этой инновации, а это стоимостью будет как джип, и у каждого человека может быть такой личный, то есть сначала это будет делаться городами, сообщение, а потом, когда эта сеть расстроится, она будет строиться очень быстро, потому что кирками и лопатами в начало железной дороги строили по 30 километров в сутки кирками и лопатами, а у нас сейчас есть роботы, автоматизация, машинное зрение, как минимум у Юницки рассматривает, есть 4 вида робота, которые могут строить трассы самостоятельно, наземные, надземные на пути, на струне и летающие, так же, как и специальные, видели, наверное, как поезда, которые едут и перед собой прокладывают железную дорогу в определенном маршруте, есть и такая ситуация, огромная машина, которая сможет забивать сваи по одному уровню, сразу же, проходя, делать, то есть просто из города в другой город нацелился, и это, можно сказать, размерами, как лес, ажурная, так сказать, конструкция, которая может перемещаться, такой, как жук-палочник, очень потрясающая разработка, я ее видел, именно ее как некий чертеж, как картинку, это действительно возможно, то есть я, работая и сварщиком, и по строительству, понимаю, что данная конструкция действительно способна к реализации струнного транспорта, и причем это может быть вообще автоматизировано, или с несколькими людьми, то есть то, что делает Юницкий, действительно фантастика, уже в реальности, и он сделает это по всей планете, потому что здесь мы будем расстраиваться очень быстро, и нам уже не нужно даже так много рекламироваться и стараться, потому что СМИ со всех стран уже сами съезжаются и ищут информацию о том, что такое струнный транспорт, что такое Skyway, кто такой Анатолий Эдуардович Юницкий, и как такая инновация уже в такой серьезной стадии находится, что о ней до этого не было слышно. А нам же во все это время остается больше ресурсов для того, чтобы упереться в сертификацию и в адресные проекты, потому что уже в этом году будет объявлен в официальном строительстве первых объектов наших адресных проектов, и продолжается сертификация 14-15 этап для завершения скоростной трассы, для того, чтобы можно было строить трассы с передвижением 500 км в час. Очень много патентов на промышленные образцы, товарные знаки и изобретения получают Анатолий Эдуардович в разных странах. Ну и, конечно же, по окончанию 15-го этапа у нас уже полностью скомплектованная компания, корпорация, можно сказать, в которой находится и производство, и огромный штат, и испытательные, и исследовательские центры. То есть уже сейчас мы являемся совладельцами этого. Огромное количество сотрудников, около тысячи человек работают в разных уголках планеты, в разных офисах, более 10 тысяч квадратных метров. Вот так вот выглядит наш новый офис, более 80 конструкторских бюро, передовое оборудование, передовые компьютеры, мощнейшее железо, новейший софт, то есть программное обеспечение, как 3D Experience от Dasalt Auto и прочие другие программы на самом высшем уровне на планете. Мы перешли на электронный документ оборот, чтобы беречь нашу древесину и бумагу, но и делать это достаточно безопасно. То есть это уже серьезная компания. Также у нас есть три завода, на которых делаются подвижные составы, транспортные средства. Один мы сделали полностью сами с офисным зданием совместимые. То есть уже происходит расширение, уже даже немалосерийное производство, и мы уже начали, как было сказано в одной статье, готовить транспортные средства для первых адресных проектов. Поэтому, дамы и господа, это производство уже наше, это уже наши активы. Оно наполнено мощнейшим оборудованием, некоторые станки по полмиллиона долларов, 500 тысяч долларов 3D-принтеры с невероятными углами, или сколько там, 6 или 7 колен, или 8 колен, как можно делать какие-то детали. Лазерные резки, гибкие, то есть делается промышленность, хоть в космос отправляй, но мы делаем надземный транспорт, который чуточки не проще, чем авиация. И вы это увидите скоро, но это сделано настолько ажурно, настолько естественно и природно, что он кажется таким простым и таким разумным. Просто струна и легкие рыбки, так скажем, которые пролетают сквозь облака. Чтобы все это просертифицировать и закончить, нам необходимо было, конечно, это построить, где испытывать, где демонстрировать. И один экотехнопарк у нас в Белоруссии, другой в Объединенных Арабских Эмиратов. Все могло быть в Белоруссии, но развиваясь там, все было хорошо до момента скоростной трассы. Когда нам нужно было сделать дополнительный 21 километр к нашей Берельсовой трассе, чтобы тестировать 500 километров в час, нам не дали из 27 разрешений только одно, последнее. И очень сильно притормозили. Из-за этого пришлось работать с Объединенными Арабскими Эмиратами, что дало огромный эффект. Но и будучи там, мы все равно видим, как развилась за 5 лет инфраструктура. Все в 2019 году уже все трассы работали, все двигалось, все показывало, как оно прекрасно. Где-то были еще какие-то доработки, что-то делали, появились новые здания, появились новые испытательные центры. В 2020 и 2021 году там работа не останавливается ни на секундочку и рядом тоже в хозяйстве Юницкого, поэтому уже стоит туда напроситься и посмотреть даже тем, кто еще не партнер и не инвестор данной компании, потому что это будущее в настоящем. Когда вот я летел в транспорте легкой провисающей трассы, было, сейчас покажу, вот на этой вот трассе, когда ты летишь этих 400 метров, ощущение просто великолепное. И ты видишь, что рядом действительно все гармонично цветет, действительно все развивается, при том, что стройка, технология новая, но все как надо. Для того, чтобы лучше разузнать, что там происходило и какие изменения за последнее время были проведены, зайдите, пожалуйста, на YouTube, напишите EcoFest 2020 онлайн, и вы найдете потрясающие видео, либо 4 вот первых, это отдельных, как скажем, экономящих время, чтобы получить всю информацию, либо весь EcoFest целиком, потому что там это была прямая трансляция, так скажем, много интересного и дополнительные две части в начале и в конце, там, где компания SkyWorld Community, то есть мы все, кто это осуществляет своей энергией, собирались вместе, люди с разных стран, не в зависимости от карантинов и желали друг другу добра и здоровья, показали друг другу, что не в зависимости от страны, от континента, от менталитета и возраста, у нас самый старший инвестор 2000, ой, это 104 года ему в 2019 году, значит, ему сейчас 106, вот, 106 лет, представьте, вот, посмотрите, что происходило на EcoFest, и вы узнаете очень много нового, потому что уже скоро придет новый EcoFest, и вы увидите феноменальные события, а если узнаете сейчас, как двигалось в 2020 и 2021 годах, успеете принять свои собственные решения, чтобы радоваться будущим успехам еще больше, потому что уже сейчас из февральского даже вебинара я такую фразу вам зачитаю от Владимира Маслова, зная положение стадии адресных проектов, сегодня уже можно говорить о протяженности транспортных маршрутов в пределах 850 километров, кроме того, рассматривается подготовка к проведению 200 километров трассы и 890 километров, то есть это почти 2000 километров, я здесь отмечаю проекты в Объединенных Арабских Эмиратах, Эстонии, Вьетнаме, Финляндии, Российской Федерации, Словакии, Кении, Нигерии, и это только то, о чем я в той или иной степени знаю, то есть может быть и 5 проектов в 2021 году уже начнутся, стоит только смотреть последние вебинары Владимира Маслова от Skyworld Community и Алексея Суходоева, членов нашего правления, компании Skyworld Community. Они вам расскажут, какие самые последние новости в деталях и разжуют их по полочкам с точки зрения юриспруденции, экономики, либо трендов и направлений, которые сейчас идут в нашем мире. И вы поймете, насколько это актуальная сфера. Кроме того, что она настолько экологично и спасает нашу планету, дает огромное количество возможностей, так она еще и очень прибыльная. И с такими руководителями, как Надежда Косарева, у них было два интервью с Надеждой Косаревой. Очень рекомендую посмотреть, опять же, чтобы понимать, как двигаются успехи в 2021-2020 году. И с Анатолием Эдуардовичем Юницким, в которых затрагивается очень много направлений того, что сейчас происходит. Все за полтора часа вам, дамы и господа, невозможно рассказать, но это очень интересно и вы будете ошеломлены. Когда вы поизучаете хотя бы день Юницкого или то, что он делает, или то, что происходит в Skyworld Community, или с технологией струнного транспорта, вы не сможете отбросить мысль о том, что это гениально, это осуществляется, это делается руками людей и это уже почти заканчивается, скоро будет приносить огромнейшую пользу всем. Всему живому, нам лично и планете стоит только поинтересоваться. и вы поймете, что слабости, опасности и риски тают на глазах, потому что мы с каждым годом все расширяемся и справляемся со всеми задачами, которые себе поставили, даже больше и лучше, чем было заявлено изначально. Единственное, перемещается только время, потому что и с миром происходят разные вещи, и недобросовестные коллеги некоторые, так скажем, уменьшают, и, так скажем, партнеры, страны, с которыми мы сотрудничали, вставили достаточно большие палки в мотор-колеса и сильно отбросили. Можно сказать, три года назад мы могли бы уже закончить все, но все есть так, как есть. И сейчас на Экспо 2020, которое пройдет в 2021 году в октябре в Объединенных Арабских Эмиратах, мы как раз покажем весь тот, всю ту мощь, которую мы успели нарастить за это время. То есть еще лучше подготовиться к выходу на международный рынок, на сотрудничество, выйти в лучших позициях и уже обзавестись адресными проектами, которые запущены к реализации до окончания, даже 14 этапа, да вообще, до окончания краудинвестинга. Это огромные возможности для нас. Все сильные стороны и возможности усиливаются, добавляются огромные, новые. Ведь это уже почти готовый транспорт. И сейчас стоит почитать, так скажем, белую бумагу о том, как развивается данная технология. Потому что она уже почти готовая, скоро будет расстраиваться по всей планете. Можно лишь пройти мимо и платить за проезд в нем, либо стать частью этого и получать средства за то, что на нем ездит весь мир. И это будет развиваться и развиваться. это не конечный продукт. Это не конечный проект. То есть у нас огромное количество возможностей открывается с компанией, с фондом Skyworld Community. При том, что он вас никак ничем не обременяет. Вы просто регистрируетесь на сайте new.skyway.capital и у вас есть личный кабинет, где есть все возможности и все новости, где вы можете самостоятельно узнать абсолютно все. Либо связывайтесь с людьми, которые пригласили вас на эту встречу, либо связывайтесь конкретно со мной. Артем Курбанов. Артем Курбанов. Например, на фейсбуке. Я постараюсь вам рассказать больше и объяснить, как все это или что-то из этого можете использовать в своей жизни прямо здесь и сейчас. Потому что возможности безграничны. Как инвестирование на долгосроки, то есть через договор конвертируемого займа, достаточно уже распространенной практики. Мы кредитуем компанию, чтобы она строилась и за это получаем долю компании в успешном случае ее реализации. И даже при том, что мы развиваемся таким нетрадиционным способом, нет никаких проблем в развитии на государственных уровнях в некоторых странах. Например, таких, как Объединенные Арабские Эмираты, где правитель Шаджи и правители Арабских Эмиратов решили выделить землю нашей компании на самом фасаде инновационного центра SRTI Park, как Сколково или Силиконовая долина в Калифорнии или Сколково в России. Огромный инновационный парк, собирающий инновации, делая из них продукты и услуги и распространяющие по всему миру. Прямо напротив американского университета Шаджи, где учатся 50 тысяч студентов, где будет кафедра Skyway и на легком транспорте будет перемещаться в наш Research and Development Center of Skyway. Здесь должны были располагаться другие компании и высотки, но правитель Шаджи, он ученый, и он явно понял, что делает Юницкий. Он защитил две докторские диссертации и тесно связан с наукой. Понял Юницкого и они решили, что этот транспорт должен быть прямо на фасаде, то есть будущее прямо здесь. И так все и произошло. И за полгода они сделали такой огромный проект, который можно было сделать за миллиарды долларов, за миллионы долларов, точнее, и за несколько лет, но они справились очень быстро и начали его реализовывать. Я сначала подумал, что это будет слишком быстро, но сейчас, я понимаю, особенно после того, как мы в 2018 году приехали туда с активистами из 100 стран, точнее, из 100 человек из 18 стран, которые прошли обучение огромное в полтора года, я был ответственен с утра, кроме организации мероприятий, за оздоровление наших партнеров, чтобы они были все здоровые, сделали дыхательные практики, размялись, и их головы и тела были полностью подготовлены для обучения и работы. Потому что мы учились, как люди из разных стран, на разных языках, с разным менталитетом могут коммуницировать вместе и создавать глобальную экологическую корпорацию, которая сможет делать экологические технологии по всей планете совместно, сообщенно, объединенно и связана между собой. Там же мы в Шарже делали экскурсию, мы возили с нашими организаторами всех этих людей к Анатолию Эдуардовичу Юнистскому, к первым опорам, которые были поставлены. Ну и, конечно же, он поведал нам, насколько прекрасно идут дела в Объединенных Арабских Эмиратах и какие у нас там успехи. И понимая, в серединах ночи, когда мы готовились на вот этих самых шезлонгах к следующему дню нашего мероприятия, мы, видя этот город, Дубай, Марина, мы понимали, что да, этот транспорт, даже если бы был самый дорогой, но с самыми высокими характеристиками, он был бы здесь. Его здесь точно построят, его здесь защитят и никому не дадут отобрать инновацию. Ни нефтяникам, никому-то другому, никаким конкурентам или возможным конкурентам, которых по факту у нашей технологии нет. И буквально спустя какое-то время так и получилось, потому что мы представили наш транспорт на всемирном правительственном саммите. И, точнее, нас представляли высшие чины Объединенных Харкорских Эмиратов. И сделали это очень успешно, потому что там собирались 140 представителей из разных стран, решающие не локальные вопросы, а глобальные. И это глобальный вопрос. Новая транспортная отрасль, новое поколение. И у нас есть адресные проекты даже в Дубай-Марина. 15 километров, 21 станция, бизнес-центр, и прям сквозь высотки будет проходить идеальная система. Вот так это будет выглядеть. То есть, мы сейчас стоим на прорыве, на точке прорыва. И, скорее всего, Экспо 2020 и Экофест будет очень-очень серьезными событиями в жизни, которые дадут большие изменения. Потому что, дамы и господа, давайте смотреть правде в глаза. Перед вами большинство того, что я показывал, это реальные фото и видео. Это готовый транспорт, который катал людей, проходит сертификации и некоторые уже сертифицированы. То есть, сомневаться в том, что компания работает, краудинвестинг работает, сарафанное радио, передвижение, экологический способ маркетинга работает. Это все работает. Потому что мы видим, как этап за этапом, шаг за шагом огромная технология, глобальнейшая, масштабнейшая, интеллектуальная собственность, которая оценена в более чем 400 миллиардов долларов, она действительно реализуется с помощью людей, единомышленников, которым не все равно, которые с любовью относятся к себе, к другим и к своему дому. И с помощью всех этих усилий в 2018 году мы только начали, а сейчас-то огромный парк. Парк, в котором уже 4 трассы, одна полностью функционирует. Еще 3 трассы строятся по 2,5 километра, 2,4 километра для грузовых транспортных средств, 12-метровых, то есть 20 или 40-футовые контейнеры. Мы сможем взять всю грузоперевозку и переместить ее на свои мощности, сделав ее идеально быстрой, безопасной, экологически чистой и экономичной. 50 тонн всего, 15 тонн транспортное средство и до 35 к сам контейнер. Другая трасса для пассажироперевозок, это по 25 мест, по 200 пассажиров, с пропускной способностью около 100 тысяч человек в час. То есть под разные условия есть решение. Юницкий Анатолий Эдуардович изобрел максимально гибкую и разнообразную разнообразный способ, как сделать передвижение нашей планете по самым высоким стандартам. И я упомянул, если бы она даже стоила, эта технология, дороже всех, Арабские Эмираты все равно бы ее построили. Но факт в том, что Юницкий максимально упростил ее для долговечности и для разумности. И она стоит минимум. То есть минимум ресурсов планеты, минимум времени на установку, минимум эксплуатационных расходов, без капитального ремонта до 100 лет, минимум землеотвод, строится где угодно. То есть она максимально гибкая и минимально имеет негативные стороны. И это все сделал один ученый, ну и, конечно же, встречающийся ему мир. За что я ему очень благодарен. Потому что эти технологии действительно помогут нашему миру быть полными, насыщенными и очень эффективными. Ведь всего несколько человек смогут управлять сотнями таких транспортных средств. Не будет человеческого фактора. все будет быстро, автоматически и полностью безопасно для человека. Это все работает. Это все реально. Это все происходит на ваших глазах. И многие делегации с разных стран, не в зависимости от карантинов, приезжают в Объединенные Мировские Эмираты. Куча СМИ приезжают. Пять репортажей только из Северной Америки у нас было, Соединенных Штатов Америки насчет нашего транспорта, при том, что это не по заказу, а сами уже интересуются. Индонезия и Европа, тропический весь климат, все интересуются и следят за тем, как развиваются струнный транспорт и экологические технологии Юницкого. Приезжают в наш Шарджи Research and Development Center, вообще в Мэнерегион, потому что это огромная часть развития экологии и устойчивого развития городов сейчас, то есть там представлено множество технологий, наша просто одна из самых актуальных и необходима, и все эти люди идут в ногу со временем, потому что мы создаем самый инновационный, получается, что у нас единственный такого уровня, самый надземный можем назвать. Выше нас сейчас самолеты, но у нас будет передвижение 1200, и нам не нужно, это будет все очень просто и быстро, поэтому он только пока почти самый скоростной, но точно самый безопасный, точно самый экономичный, точно самый легко интегрирующийся и точно самый экологически чистый транспорт перед вами, и это мы его еще до конца не закончили, дамы и господа. Представьте, что если нас будет не полмиллиона человек, а миллион или два, то мы сможем эти технологии щелкать вместе с производствами, масштабировать и расселять по всей планете. Этим занимается компания SkyWorld Community, собирается и учится, помогает, взращивает огромное количество, сотни тысяч разумных инвесторов, которые действительно нацелены на благотворное и созидательное изменение нашей планеты, для того, чтобы нашим детям было где жить и хотелось родиться на нашей планете. Пятнадцатый этап не за горами. То есть не подумайте, что ой, так поздно, что уже идти, что уже изучать. Нет, это очень важно. Важна также поддержка проекта на первом этапе, как и на последнем. Просто на первом было самые маленькие действия и самые маленькие стоимости, то есть ресурсы нужны для выполнения. А самые последние четыре, они самые дорогостоящие, даже пять, они самые дорогостоящие и самые емкие, самые большие работы производятся, потому что это все последовательное, это все рассчитано в снародном финансировании, потому что количество людей увеличивается, и можно за то же время, за те же, например, 4-5 месяцев или год сделать больше объема, больше работы и также сделать этот этап. Нам остался 14 этап закончить и 15. То есть у каждого человека на планете, по моему мнению, должна быть возможность хотя бы один раз услышать и увидеть это и дальше подумать, так, я уделю еще пару часов или даже пару дней, посмотрю, реально ли это, потому что если реально, можно заработать миллионы, получать дивиденды сквозь поколения и мне, и детям, и внукам, можно сейчас зарабатывать и сделать мир этот лучше, еще и созидательной деятельностью все это время заниматься. Стоит поизучать пару часов или пару дней? Стоит, конечно. Вряд ли кто-то разумно скажет, что не стоит с учетом всех таких привилегий и возможностей. У каждого человека есть возможность продвинуть это, ускорить это, как минимум знать и быть благоприятно настроенным к этому, потому что слишком много скептиков, которые хотят, чтобы все осталось так, как есть, лишь бы не дергаться. А я понимаю, что в достижении нашего счастья нам необходимо двигаться, беречь друг друга и себя. С помощью договора конвертируемого займа у нас есть возможность поддержать данную компанию. И по нашему желанию мы становимся совладельцами компании, какой-то части компании. А это, извините меня, уже три завода, огромное количество сотрудников, более 36 гектаров производственных площадей, более 10 тысяч разных инструментов. И все это наше. Все это сделали мы совместно под руководством гениального ученого. Подумайте, хотите ли вы быть частью этого? Или хотели бы вы хотя бы ускорить это? Или в будущем хотите платить за проезд в этом? Или хотите получать средства за то, что на этом транспорте ездят? Это все можно узнать и решить. Стоит лишь задавать вопросы. Потому что сейчас, когда я был в Арабских Эмиратах, то, что ты видишь там по строительству, ты понимаешь, что наш транспорт вписывается туда вот прям как влитой. Прям вот никакого разрыва времени нет. Если в мой город вписать красивый струнный транспорт, наверное, будет немножко отличие какое-то. Там прям идеально. Но еще раз напомню, минимальные ресурсы. Любая страна сможет позволить себе данный транспорт. Вопрос, кто быстрее это расценит, увидит и захочет работать и сотрудничать на серьезном уровне. А не вы нам там что-нибудь построите, а мы подумаем. Делать это с вами, не делать, заключать контракт, не заключать, платить вам за это или не платить, как делают многие. Тысячи предложений, которые были. Потому что на очереди более чем 25 тысяч адресных проектов. А действительно серьезных меньше десяти, наверное. Дамы и господа, пятый технологический уклад сделал мир таким, какой он есть сейчас. Это виртуальная реальность, интернет и гаджеты. Мало кто понимал и разрабатывал это. Другим не было до этого дела. Тем не менее, этот мир пришел. И как нам пришли пейджеры, потом пришли телефоны, одно заменяет другое. А сейчас мы без этой маленькой плиточки уже и жизни не представляем. Так вот, сейчас мы делаем все очень быстро. Звоним быстро, пересылаем сообщения, видео, гигабайтами в секунду, звоним по видеосвязи с другим континентом и можем днем разговаривать с ночью почти без задержки даже временем, в реальном времени. Делаем все быстро, кроме физического перемещения, грузов и пассажиров. Пока у нас нет технологии телепортации, у нас есть другое решение, которое может в ближайшие сотни лет вывести нашу планету на абсолютно новый экологический уровень. Вот эти компании, которые сделали наш мир таким, каким мы знаем его сейчас. Хочу привести пример. Смотрите, капитализация. То есть, когда мы владеем какой-то компанией и не продаем акции, нам идут дивиденды каждый год. Либо раз в квартал, либо раз в два квартала. То есть, мы получаем от прибыли компании пользу каждый год, и чем более развито, тем больше дивидендов мы получаем. Но и происходит капитализация в этот момент. Та цена. То есть, у вас был маленький кусочек. Вот, например, в 98-м году 10 долларов у вас было в компании Google, а за 16 лет это превратилось в 10 тысяч долларов. То есть, в 10 тысяч раз увеличилось. 10 тысяч раз за 16 лет. Такая капитализация. И вот, если сейчас человек продал, получил бы 100 тысяч долларов. Либо Apple 8 долларов за 38 лет 550 тысяч. Но люди не знали, насколько это будет нужно. Потому что, смотрите, даже один из людей, который это разрабатывал, и даже они уже создали эту компанию, с подстрахом, что это никому не будет нужно, и он почиряет свое имущество, потому что только он был ответственен за имущество, Стив Джобс и Стив Возник не были, у них не было на тот момент ничего. Он забрал свои 800 долларов, которые сейчас стоили бы 55 миллиардов. То есть, да, спрогнозировать тяжело. Видите, даже он, разработчик, кто понимал ценность этого, не сделал, так скажем, не поверил, что получится. Тем не менее, все сработало. Понятное дело, что когда мы интересуемся чужими проектами, нам недостаточно знаний, чтобы полностью сразу сходу за полтора часа или несколько часов понять, насколько это серьезное дело и насколько это серьезная вещь, насколько она рентабельна, полезна, стоит ли иметь с ней дело или стоит ее поддерживать, либо становиться частью этого. Но смотрите, Алибаба, 96-й год, за 18 лет 100 долларов в компании превратилось в тысяч, миллион, 782,500 долларов. То есть, не в 5 раз, не в 25 раз, не в 825 раз, не в 7825 раз, а в 17825 раз больше стала стоить эта компания. Вот такая капитализация. Тем более, что вы каждый год получали дивиденды, пока это не трогали. А теперь вопрос. Хотели бы вы иметь хотя бы этих 10, 8 или 100 долларов в компании Google, Apple и Алибаба, если бы знали? Если бы кто-то в то время донес до вас эту информацию? Если бы кто-то считал для себя важным, что это настолько важно, что я потрачу свое время для того, чтобы всем моим знакомым и близким, всем, кто сможет, всем, кто тянется, сможет узнать о подобной технологии, узнать о подобных возможностях и воспользоваться ими. Если бы вы хотели воспользоваться такими возможностями в Google, Apple или Алибаба, то подумайте, сейчас именно тот самый момент. Как тогда только я рассказываю вам о том, что это есть, о том, что это существует и о том, что это народное финансирование, а не как сейчас за Apple, за маленькую плиточку тысячи долларов платить, а сотни долларов это должно стоить для улучшения качества жизни людей. Так и несколько тысяч будет стоить проезды на Skyway, а несколько десятков долларов на длинные маршруты, потому что это народная технология, и она вам прекрасно показывает, я надеюсь, у меня получилось донести, что это дело каждого, это влияет на каждого, и получилось донести, как успешно она последовательно развивается, что все прекрасно, все хорошо, несмотря на карантин, все становится только лучше и лучше, и этот год, и следующий даст нам уже стабильный, так скажем, полную уверенность в том, когда будут наши, так скажем, когда мы будем расстраиваться по всей планете, получать дивиденды, и либо сможем торговать активами данные компании на рынке. С помощью компании SkyWorld Community вы можете получить абсолютно всю эту информацию на вебинарах, новостях, в интернет-порталах, либо вместе со мной, либо сконтактировав со мной. Также SkyWorld Community это одна из немногих компаний, которая сейчас на абсолютно созидательной деятельности по экологическим технологиям, по их развитию и внедрению дает работу здесь и сейчас. Вы можете заработать через 15 минут. Через 15 минут можно получить вознаграждение за свою работу от момента, когда вы начали работать. Все зависит от человека. Но этот способ работает, потому что мы сейчас на 14-м этапе из 15-ти собрали сотни миллионов долларов, сертифицируем самую инновационную транспортную технологию, 500 тысяч человек. И это компания SkyWorld Community, которая дает работу абсолютно любому человеку, абсолютно любого возраста, абсолютно любого образования, в абсолютно любой стране, на абсолютно любом континенте, в абсолютно любое время, на абсолютно любом языке. Передавать важную информацию другим людям. Изучать и передавать. Преподавать. Экономить время и ускорять ход истории человечества и развития цивилизации. Потому что этот этап скоро закончится, этот проект скоро закончится, и уже он не нужен будет, он не будет нуждаться в финансировании. Он будет полноценной компанией, которая является уже практически сейчас, которая полностью снабжена, полностью готова, и уже имеет даже адресные проекты. То есть, она просто сразу же берет и проект за проектом начинает строить. Ей больше ничего не нужно. Она будет только расти, развиваться и строиться. Хотите ли вы стать частью этого? Потому что это уже происходит. Как только мы закончим, пойдут следующие проекты эко-мира. Эко-дома, которые сами себя обеспечивают, с потрясающей, опять же, закрывающей технологией, как сделать умный дом с озеленяемыми крышами, кондиционер экологического типа из-за растений внутри и снаружи, теплицы на крыше и прочие местности. Это фантастические технологии, которые прорабатывались десятилетиями. Вам стоит только поизучать личность Анатолия Эдуардовича Юницкого и его работы. Он трудится с 67-го года насчет эко-мира. Есть выкладки, он делал собрания, он делал так скажем саммиты, представлял, предлагал. И сейчас наконец-то мир его услышал до такой степени, что мы успешно идем на вершину технологической цепочки с эко-миром. Далее будут эко-поселения, линейные города, местности, где вы можете передвигаться из одной точки в другую, либо без пересадки, либо с пересадкой, с фантастически быстрыми скоростями. И жить в экологическом пространстве, в городе, в котором вы выходите, а рядом весь первый уровень безопасен для флоры, фауны человека. Ваши дети в безопасности, ваши домашние животные в безопасности, ваши овощи и фрукты рядом с домом, в городе, полностью безопасны. Вы можете их срывать и кушать, наслаждаясь тем, какой Эдемский сад мы вместе создаем сейчас, чтобы в будущем в нем жить. В каком мире хотите вы, чтобы жили ваши дети? Задумайтесь. Вот в эту сторону и стоит стремиться, наверное. Вы видите этот транспорт? Мы уже катались на этом транспорте, я трогал каждую трассу, каждый транспорт, катался на трех видах. Это фантастика. И эту фантастику сделали мы. Потому что транспорт запустится, и дальше будет и электроэнергия, и вакуумное стекло с потрясающими характеристиками, и выносовредоносные техногенные сферы вне биосферы. В биосфере должно остаться только гармоничное биологическое содружество, в гармонии с природой. А техногенные экологические технологии можно будет использовать, и мы оставим то, что нам необходимо, а все вредоносное производство и вредоносную техногенную сферу мы вынесем в ближний космос, на орбиту Земли, там, где понятия экологии не существует. Это абсолютно реально, дамы и господа. И это будет уже очень скоро. 25 миллионов километров дорог будут построены за 21 век, и мы сможем связать все континенты и все страны. Жить в безопасности, огромной скорости, и получить огромное количество свободного времени, которое мы можем уделять на улучшение нашей жизни и нашего окружающего мира. Как сказал Анатолий Эдуард Ищеницкий, мы получили эту планету не в наследство от наших родителей, мы взяли ее взаймы наших детей. И от нас зависит, в каком мире они будут жить и в каком мире в ближайшее время будем жить мы. 15 этап не за горами. Изучите столько, сколько можете. Поинтересуйтесь, свяжитесь со мной или с любым другим человеком, который хоть что-то знает о Skyway, который является, поддержал ее, который, все те люди, которые поддержали своими ресурсами, они как минимум за свою инвестицию переживают, точнее, не переживают, а они думают о ней для того, чтобы правильно ее сделать. И те люди, которые поддержали компанию по договору конвертируемого займа, что можно проще в простонародье назвать инвестировали, эти люди поизучали внутри, как все работает и смогут рассказать вам гораздо больше полезного, чем те, которые просто где-то что-то хапнули, посмотрели и остановились на этом, решили, что все знают. Я 4 года изучаю этот проект и не знаю даже половины, потому что это гениально, то, что человек делал больше 40 лет. Дамы и господа, каждый человек должен сам услышать хотя бы один раз это. Поделитесь, пожалуйста, этим видео, пригласите на новые встречи других людей, своих близких, знакомых, единомышленников, либо людей, которых вы просто считаете, что им это, возможно, было бы полезно. По факту все, хотя бы один, хотя бы один человек от каждого человека в мире, и уже мы сможем гораздо быстрее запускать эти процессы. Спасибо за ваше внимание. Спасибо, что вы настолько благодарите своим вниманием спикеров за то, что смотрите и изучаете вебинары, потому что вместе мы создаем новое сознание, мы создаем новый пласт, ведь люди с помощью народного финансирования совместно, как единое целое, как общий организм здравомыслящий решают, куда будут направляться технологии, услуги, продукты, которые реально нужны самому человеку, а не для поддержания какой-то устойчивой бывшей системы. С помощью линейных городов Анатолия Эдуардовича Юницкого мы сможем сделать действительно огромное продуктивное сообщество и умещать на малом пространстве с полной экологией и свободой десятки миллиардов человек, потому что то, что у нас сейчас восемь, это просто при том, что у нас первый уровень забит. Все вот таким образом. С новым транспортом вы увидите, как наши города преобразятся. Я благодарю вас, Надежда, за то, за ваши слова. Будьте, пожалуйста, здоровы. Спасибо, что были сегодня со мной. Надеюсь, это видео увидит еще много людей и принесут в наш общий вклад действительно большое дело, потому что для меня то, что делает Анатолий Эдуардович Юницкий является, наверное, одной из самых важных вещей, которые я пронаблюдал на этой планете. До знакомства с ним это был Жак Фреско. Но когда я изучил, кто он такой и насколько силен должен быть человек, чтобы сквозь всю жизнь пронести такое, выдержать, просто в голове представить, куда вынести вредоносные технологии, когда еще только начинали летать в космос, когда еще не было представления внутри его головы, как это сделать. и сейчас я понимаю, что он тогда просто представил, что мы не можем вредоносно спрятать под землю, либо спрятать в другую страну, либо на другой континент, а что только туда. И спуска 50 лет он главное доказательство того, что человек, мечтая о лучшем, смог взять и запустить это. Вместе мы действительно сила, вместе мы все сделаем. Я очень хочу вместе с Анатолием Эдуардовичем с ОТС посмотреть на нашу прекрасную планету. Или даже, если все хорошо получится, с космического индустриального ожерелья. И постараюсь сделать все, чтобы это произошло. Будьте здоровы, живите богато в изобилии, дышите глубже, любите и берегите друг друга. Строй Skyway, спасай планет.